Назарбаева В России и Беларуси вслед за Казахстаном начались массовые выступления против диктаторских режимов. Мирная смена власти в одной из этих стран возможна уже в этом году. Бесконтрольное распространение коронавируса в Казахстане больше невозможно скрывать. Наша страна бьет мировые антирекорды по скорости распространения болезни. Кенес Ракешев занимает седьмую позицию в рейтинге самых богатых людей Казахстана по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается более чем в 600 миллионов долларов. Кенес Ракешев является зятем Иманголита Смагомбетова, ближайшего соратника Назарбаева, занимавшего посты премьера, министра обороны и главы администрации президента. Ближайшими партнерами Ракешева стали зять Назарбаева Тимур Кулебаев и племянник Каират Сатыбалды. В результате уже к 25 годам Ракешев стал владельцем огромного количества компаний в Казахстане и за его пределами, которые сам никак не мог купить. На него просто оформили украденные Назарбаевым активы. Ракешева сделали номинальным владельцем БТА банка после того, как бизнес в 2009 году отняли у Мухтара Аблязова. Несколько лет Ракешев вел компанию по рейдерскому захвату активов самого Аблязова в других странах. Позже Ракешева использовали в захвате крупнейшего Казкомерцбанка. Прежних владельцев заставили продать контрольный пакет акций Ракешеву и племяннику Назарбаева Каирату Сатыбалды. Нам известно, что Кенес Ракешев управляет деньгами и активами Назарбаева. Сейчас Назарбаев хочет решить ряд задач. Он хочет выделить деньги из бюджета на спасение якобы банков, украсть несколько миллиардов долларов США, затем избавиться от своего подставного собственника Кенеса Ракешева, продав Халыкбанку Казком. В Казком залили 8 миллиардов долларов под предлогом государственной программы оздоровления финансового сектора. Почему Кенес Ракешев, имея миллиарды долларов, не решает свои проблемы сам? Всем известно, что Кенес Ракешев на самом деле является постановным собственником Назарбаева. То есть фактически он управляет собственностью Назарбаева. Хорошо. Теперь Назарбаев хочет, чтобы Казком перешел в собственность Халыкбанка. Халыкбанка владеет Тимур Кулебаев и его жена Динара, дочь Назарбаева. После Ракешев и Сатыбалды продали банк Тимуру Кулебаеву за символические два тенге. И пока неизвестно, сколько из этих 8 миллиардов долларов Тимур Кулебаев отдал Ракешеву и Кайрату Сатыбалды. Ракешев не любит публичности, избегает телекамер и интервью, но известен как участник многих криминальных и сексуальных скандалов. В СМИ попала переписка Ракешева с одиозным российским сутенером Петром Листерманом, который регулярно отправлял ему моделей под видом переводчиц. Среди них оказались и несколько несовершеннолетних девушек. Также сообщалось, что Ракешев платил за секс с голливудскими актрисами Челси Перейрей и Тиерой Карлсон. Ракешев не стеснялся дружбы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который превратил республику в личное ханство, не подчиняясь даже российским законам. Кадыров даже называл Ракешева братом и князем. Но, как выяснили журналисты, связывают их не только приятельские отношения. Кадыров и Ракешев являются давними бизнес-партнерами, решая друг для друга самые деликатные вопросы. Кадыров владеет огромной бизнес-империей, возможности которой ограничены из-за международных санкций. Они придумали там какой-то там список санкций и салам алейкум. Но мы же не Америка, свобода слова, демократия, для нас важнее всего. У них на устах это, а на деле салам алейкум. Я готов и быть в Сирии, и в Ираке не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то я считаю, что это неправильно. США, ЕС и все их союзники наложили запрет на въезд для Кадырова и на все его финансовые операции из-за поддержки российской агрессии в Крыму и на востоке Украины, из-за массовые нарушения прав человека в Чечне, включая несудебные казни, пытки и похищения. Против тебя опять виние страны. Против меня? США. США? О, в список выгодится. Значит, права нарушают человека. Эх, бедные американцы. Одна маленькая, но гордая Чеченская республика не дает целому государству покоя. И весь мир мы перевернем. Знаешь, рака поставим. Ракишев обеспечивает проведение сделок в интересах Кадырова и его окружения, обходя санкции. Кадыров же, как выяснили журналисты, помогает Ракишеву силой решать проблемы с конкурентами. Именно Кадыров помог переписать российские активы БТА-банка на Ракишева. А в качестве платы за услуги один из захваченных объектов нефтяной порт Витинов в Мурманской области, принадлежавший ранее Мухтару Аблязову, был оформлен на доверенных лиц Рамзана Кадырова. Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что ты Аллах. Это значит, что Ракишев ведет совместный бизнес с Кадыровым, который признан персоной нон-грата во всех цивилизованных странах мира. После формальной проверки, скорее всего, Ракишева приобщат к санкциям против Кадырова. Под ударом окажется вся семья Назарбаева. В частности, Тимур Кулебаев, Сатыбалды, Карим Масимов, с которыми Ракишев связан множеством совместных проектов. Назарбаев долго морочил голову мировому сообществу, рассказывая об особой демократии в Казахстане. Но в итоге оказался сообщником и партнером тех, кто обвиняется в массовых убийствах, пытках и военных преступлениях. В Казахстане протестная ситуация наколена до предела. Но из-за катастрофических масштабов эпидемии коронавируса люди пока боятся выходить на улицы, массово выступая с заявлениями против режима в социальных сетях. Самой горячей точкой России неожиданно стал Хабаровский край. Дальневосточный депрессивный регион с суровым климатом, малой плотностью населения и огромными расстояниями между населенными пунктами никогда не отличался протестной активностью. Поводом для народного гнева стал арест губернатора Сергея Фургала по приказу из Москвы. По сфабрикованному делу его обвинили в убийстве 15-летней давности. Фургал – местный бизнесмен, который в 2013 году выиграл выборы у присланного Путиным кандидата. Несмотря на фальсификации и административный ресурс, власть в регионе удалось очистить от монополии «Единой России». «Свободу! Свободу! Свободу!» 11 июля почти по всем городам Хабаровского края прокатилась волна протестов. Люди доказали, что 5% от общего населения достаточно, чтобы парализовать силовые структуры. В Хабаровске проживает 600 тысяч человек, а на митинг вышло 40 тысяч. Это более 6% от общего населения. Полиция и Росгвардия привыкли безнаказанно избивать мирных протестующих, но теперь они были вынуждены лишь наблюдать за происходящим. Люди открыто выступали против Путина. По российским законам это считается преступлением. Но власти не могут ничего сделать с таким количеством протестующих. Протесты в Хабаровском крае не утихали целую неделю. Власти не решались их пресекать, опасаясь еще более массовых выступлений. Пока такие массы не соберутся в Москве, полиция будет чувствовать себя безнаказанно, задерживая только за взгляд. Тем не менее, Кремль не пошел на уступки. И 18 июля в Хабаровске и других городах региона прошли еще более масштабные акции. В Хабаровске на улицы вышли уже около 80 тысяч человек. И полиция открыто заявляла, что она с народом. Протесты в Хабаровском крае разоблачили ложь о народной поддержке Единой России в регионах. Пресс-секретарь Путина Песков назвал голосование за поправки триумфом. А жители Хабаровского края показали, что это полный провал. Хабаровские протесты показывают нам настоящее отношение людей к Путину. Ведь что нам внушает пропаганда? Его не любят только оторванные от народа либералы, а простые люди поддерживают своего президента. Так вот, от Хабаровск, там как раз простые люди. Это и есть народ. Почему, когда вы первого июля не поддержали те поправки об обнуление сроков Путина? Девять дней прошло, и сразу же прибежал спецназ из Москвы и забрал Сергея Фурганова в Москву. В эти же дни в Беларуси проходят протесты против фальсификации президентских выборов. Александр Лукашенко заранее открыто говорит о победе на них. Он бессменно находится у власти 16 лет, но на этот раз все может пройти иначе. Я хочу честных выборов. Надоело это вранье. Надоело вранье. Больше нет сил на самом деле. Нужны перемены. И то, как сейчас задерживали людей жестко. Били их. Били их. Меня просто толкнули. Они в конце концов забыли, кто их кормит. И на наши налоги они нас же еще и избивают. Независимый опрос населения показал, что поддержка Лукашенко составляет не более 3%. В народе президентов шутку называют тараканом. А символом протеста стал тапок, как оружие против вредителя. В ответ власти начали блокировать мобильный интернет, чтобы помешать кадрам протеста облететь весь мир. Интернет очень плохо работает, поэтому я спешу просто людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Интернет заглушен совсем. Добиться существенного численного перевеса митингующим не удалось. Но оригинальные уличные акции и столкновения с полицией вывели протестное движение в стране на новый уровень. События в России и Беларуси демонстрируют, что смена авторитарного режима идет по одному сценарию. Экономические кризисы и пандемия коронавируса показали людям полную несостоятельность власти. Все понимают, что дальше так жить нельзя. В Казахстане назревают подобные массовые выступления. Назарбаев задумал Евразийский союз как гарантию стабильности и взаимной поддержки соседних диктатур. Теперь этот союз превращается в общий протест против престарелых диктаторов. Как только в одной из этих стран режим окончательно отступит, остальные рухнут вслед за ним по принципу домино. Возможно, именно Казахстан станет следующей страной, освободившейся от диктатуры. Это зависит только от нас с вами. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Расследование журналистов в Актау показало, что смертность в городе во много раз превышает официальные отчеты Акиматов. Что происходит у нас в Казахстане? Аким Ангистал, ты что-нибудь скажешь нам или нет? Мы должны понимать, что причина этому всего, в первую очередь, ложь. Ложь Министерства здравоохранения. Очевидно, что правительство знало, что идет медиодичное распространение по всем регионам страны. Знали, что в больницах находится немало людей. Знали статистику смертности. В ритуальных агентствах подтверждают, что число захоронений за последние две недели резко увеличилось. Только на одном кладбище города хоронят до 50 человек в сутки. Ритуальные службы из Алматы сообщают, что количество захоронений выросло как минимум вдвое. Работников катастрофически не хватает. Так что я думаю, что ни у кого не должно быть никаких иллюзий, что ситуация очень плохая и правительство в реальности посадит всю страну на карантин как минимум до конца года. И этот процесс будет еще продолжаться, ну как говорят эксперты, возможно около двух лет. Ужасающая статистика, которую больше невозможно скрывать, и давление общественности вынудили правительство признать пневмонию, вызванной коронавирусом. С начала года в Казахстане зарегистрировано 235 тысяч случаев пневмонии. В сравнении с прошлым годом число зарегистрированных случаев увеличилось более чем в три раза. Случаев коронавируса пока зарегистрировано только 66 тысяч, то есть вместе с пневмонией реальное количество зараженных вырастает в четыре раза. Вспышка заболеваемости была вполне предсказуемой, исходя из состояния медицины в стране. Грязная раковина. Воды нет, я лежу пятые сутки. Вот состояние туалета. Положение туалета. Дверь даже не закрывается. Ее нельзя закрыть, потому что человек сюда не помещается. Сколько бы Токаев не командовал увеличить количество койко-мест, восстановить то, что было разрушено за 30 лет, уже не удастся. С 1991 года количество больниц в Казахстане уменьшилось в 2,5 раза. Сами врачи, сами работники медицинских учреждений не доверяют системе здравоохранения. По сути, это есть недоверие самому государству. А кто 30 лет строил это государство? Нурсултан Назарбаев. Кто сейчас, пусть даже формальный, президент страны? Токаев. То есть, фактически, наши граждане не доверяют государству. И надо признаться, не доверяли никогда. Правление Назарбаева нанесло непоправимый ущерб медицине и всему государству. Единственный способ изменить ситуацию – добиться немедленной отставки всей политической верхушки и связанных с ней людей. Ну что ж, на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok